Добрый вечер, вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в Черкесске прошла встреча с матерями и супругами военнослужащих из республиканской столицы, выполняющих задачи в зоне СФО. Во встрече приняли участие председатель парламента республики Александр Иванов, мэр Черкеска Алексей Баскаев, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Марата Базалиев, члены правительства, военный комиссар Черкеска Марат Аджиев, представители различных социальных служб. Было отмечено, что в начале сентября Министерством обороны России совместно с рабочей группой по вопросам СФО, которую возглавляет заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, был дан старт работы Центра помощи по вопросам СФО. Проект направлен на повышение уровня информирования граждан о денежных выплатах и социальных гарантиях, установленных федеральным и региональным законодательством. Матерям и супругам военнослужащих подробно рассказали о новых мерах поддержки. Так, семьи военнослужащих, в которых родился ребенок с 24 февраля 2022 года, по поручению главы республики, озвученном в ходе его ежегодного послания, получают единовременную денежную выплату в размере 150 тысяч рублей. Также с октября этого года начнет действовать система долговременного ухода за ветеранами боевых действий. Обратиться по поводу получения этой услуги необходимо в Центр социального обслуживания населения. Далее участники встречи ответили на вопросы, которые касались льгот при поступлении в ВУЗы, предоставлении мест в детских садах, получении удостоверения ветерана боевых действий и другие вопросы. Жить, родине служить, гласит пословица. В России с начала 2023 года набрали порядка 325 тысяч контрактников, среди которых и наши земляки. Службы по контракту выбор сильных, считает Рамазан Муртазалиев из Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Рамазан Муртазалиев с детства хотел стать защитником Родины. После кадетского корпуса он поступил в военное училище, но из-за травмы курсанту пришлось уволиться. Рамазан не терял надежды стать военным и воспользовался возможностью заключить контракт с Министерством обороны. У меня травма колена была, и медкомиссия не пропустила, и мне пришлось уволиться. Но после этого я восстановил колено, решил вернуться в армию, подписать контракт. Хотел бы в артиллерию попасть, командира Голубицы. Посмотрим сейчас, уже дальше решаться будет уже там, после подписания контракта. Заключение контракта на военную службу – важный шаг для тех, кто мечтает стать частью армии и служить своей стране. Для этого кандидату необходимо воспользоваться порталом госуслуги или обратиться в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете. Дальнейшее разъяснят инструктора. В пункте отбора рассказали о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых контрактнику. В частности, это единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей от президента страны и 100 тысяч от главы Карачаева Черкесии. Минимальная зарплата контрактника составит 204 тысячи рублей. В зависимости от занимаемой должности она будет расти. Будут выплаты у вас за поднаем жилья или будете обеспечиваться служебным жильем. Если есть дети, то есть возможность отправить их в детские оздоровительные лагеря, кредитные каникулы. Также вам будет предоставлен двухнедельный отпуск, оплачиваемый двухнедельный отпуск. Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Черкесии по адресу улица Комсомольская, 31. Телефон для справок 8 878 22 60 4 61. Али Баташев, Вести Карачаева Черкесия. В течение всего сентября на территории России проходит акция «Поделись своим знанием». В Карачаево Черкесии организатором встреч известных людей с молодежью выступает филиал общества «Знания». На одном из таких занятий в Республиканском педагогическом колледже побывал Артур Мхце. К появлению профессии учителя и учебных заведений, как полагают историки, привела необходимость. А в чем это была необходимость? Это что надо было передавать? Опыт и знания. Опыт и знания. И когда появился опыт и знания, то появилась необходимость передачи этого опыта. В Республиканском педагогическом колледже идет необычный урок. Неклассное мероприятие для воспитанников учреждения проводит министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Она рассказывает учащимся о наставнической роли педагога, о том, чему он может научить других. Причем достойным примером, возможно, станет их собственный куратор. Дети поступают к нам после школы, ну еще дети, и им действительно требуется и период адаптации, и становления. Они после школы, придя в колледж, они быстро взрослеют. Эта встреча стала одной из многих, которые на территории нашей республики организуют филиал российского общества знания. Внеклассные мероприятия для молодежи проводят люди, которые имеют богатый жизненный и профессиональный опыт, которым есть что рассказать, чем поделиться с воспитанниками образовательных учреждений. Мы подключаем всех известных людей республик, регионов, страны. Это и государственные деятели, и известные спортсмены. То есть известные люди, чтобы, ну так сказать, обогатили наших детей знаниями, чтобы поделились, чтобы передали им что-то полезное, чтобы оплатить это потом в жизни. Возможно, кому-то из слушателей таких лекций пригодится опыт наставника, и они захотят, воспользовавшись полученной информацией, достичь больших успехов. В этом и есть главная цель акции – поделись своими знаниями. Помочь молодым людям поверить в себя, в то, что при должном подходе к делу можно добиться многого. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днём – 21-26, градусов тепла и местами до плюс 20. В южных и центральных районах местами высокая пожароопасность четвёртого класса. В Черкесии без осадков ветер восточный – 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночью 11-13, а днём – 22-24 градусов тепла. В картины «Галерея Черкеска» открылась выставка заслуженного художника России, народного художника Карачаева Черкесии Умара Мижева. Экспозиция широка и многогранна. Представлены все работы мастера. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на открытии. Умар Мижев родился в 1947 году в селе Лейенполь, Киргизской СССР. После окончания художественно-графического факультета Карачаева Черкесского госпединститута начал активно участвовать в краевых, всероссийских и всесоюзных выставках. В 1987 году вступил в Союз художников СССР. А с 1991 под 1992 годы возглавлял Карачаево-Черкесское отделение Союза художников РФ. С 1992 года работал главным художником в Карачаевском драматическом театре, где им осуществлено, как художником-постановщиком, около 30 спектаклей. Умара Мижев также является автором герба Карачаева Черкесии. В своих произведениях художник воспевал и прославлял красоту родного края, рассказывал о его жителях. Его смело можно назвать мастером, который постоянно искал новые пути в творчестве. Целью этой выставки было показать многообразное и многоликое творчество такого большого и значимого художника для нашей республики Миша Валмара. Конкретно для нашей семьи, для того, чтобы прожить еще раз, вспомнить то, как это было при его жизни. И для всех остальных людей, чтобы они оценили весь масштаб личности и увидели, что такое настоящее искусство, как оно выглядит, чего может добиться человек, ведя к своей цели, не сворачиваясь с нее, несмотря ни на что. Работы Умара Мижева известны далеко за пределами республики. Их можно встретить в музеях и частных коллекциях в Америке, Турции, Франции, Венгрии, Швейцарии. Главное в творчестве Умара Мижева – огромная любовь к родной земле и ее народу. Большим, огромным потенциалом он обладал, чтобы смог передать на своих картинах все, что чувствует каждый из нас. Поэтому сегодня я могу сказать только одно. Спасибо большое. Спасибо всем, кто устроил эту выставку, за предоставленную возможность погрузиться, прикоснуться к миру творчества великого художника. Умара Мижева – из тех художников, которые многогранны во всех жанрах живописи, натюрморте, портрете, пейзаже, жанровых композициях. Своё отношение к людям, к жизни он пытался передать прежде всего в портретах, любимом жанре художника. Также мастер обращался к сюжетам древнего нардского эпоса – к фольклору. Выставка «Путь» продлится до 8 октября в картинной галерее «Черкеска». Альбина Курочинова-Кенжева-Лебастанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Праздник дружбы и братства народов. Карачаево-Черкесии в старинном карачаевском селении Схауат Малокарачаевского района стартовал конный пробег Кубок Кавказа. Глава муниципального образования Рамазан Байрамуков, старейшины и жители с напутственными словами провожали конников. Это первый конный пробег в современной истории Карачаева-Черкесии такого масштаба. Маршрут проложим по самым красочным местам республики с видом на главный Кавказский хребет и гору Эльбрус. Участники должны преодолеть путь протяженностью 250 километров. Пройдут через территорию Архыза, Схауата, Учкулана, Тибирды, Марусского ущелья и Доусуза. Конный переход завершится в Зеленчукском районе, где победителям конного пробега будут вручены памятные кубки, грамоты и подарки. Главная цель конного перехода – возрождение традиционного коневодства. Участниками Кубка Кавказа стали наездники из Карачаева-Черкесии, а также регионов СКФО и ЮФО. Всего около 100 человек разных возрастов. Они снабжены электронными картами маршрута, а в пути следования предусмотрены места для отдыха и ночлега. В Уфе завершилось первенство мира по борьбе на поясах среди юношей до 18 лет. Чемпионом в командном зачете стала сборная российская команда. Свою лепту в победу внесли и спортсмены из Карачаева-Черкесии, выиграв 9 медалей различного достоинства, 3 из которых золотые. Победителем весовой категории 85 килограммов стал 17-летний Ринат Бастанов. Чемпиона по приезду домой чествовали родственники и друзья, тренеры и знакомые. Алла Качиева подробнее. Для жителей многонациональной Карачаева-Черкесии спорт и здоровый образ жизни – не приходящая мода, а стиль жизни, который передается из поколения в поколение. История нашей республики сохранила имена легендарных борцов Карачаев прошлых веков, славившихся своей силой и виртуозным видением схваток. 17-летний Ринат Бастанов, продолжая традиции предков, активно занимается спортом. Я начал заниматься вообще с первого класса. Первым меня направил мой старший брат Бастанов Ракмир. Первым же я начал ходить в спортшколу Олимпик. Как могу сказать, первые 2-3 класса ходил чисто для здоровья, для своего физического состояния. После чего уже с класса 6-7 уже начал заниматься профессионально дзюдо. Потом постепенно и самбо, и борьбой на поясах. Древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов стойки, очень близок молодому спортсмену. Ринату Бастанову уже хорошо известны слагаемые успеха. Это желание и упорный труд. По моему мнению, человек должен обладать, прежде всего, дисциплиной, целеустремленностью. Все эти качества мне прививали с детства. Мои тренеры Бачуров Ляу, Айбазов Амин и мой старший брат Бастанов Ракмир. И результат не заставил себя долго ждать. Своё мастерство, навыки и силу Ринат Бастанов продемонстрировал на первенстве мира по борьбе на поясах в Уфе. Это замечательное событие привлекло к участию более 200 спортсменов до 17 лет из 16 стран. В составе сборной России весовой категории 85 килограммов Ринат доказал на ковре своё превосходство и выиграл золотую медаль. Тем самым прославил свой род, народ, малую и большую родину. На соревнованиях мне пришлось бороться с представителем Казахстана, Узбекистана. Также самое сложное, могу сказать, схватка, это была полуфинальная с представителем Ирана и финальная со своим человеком из нашей страны, с которым боролся уже в финале чемпионата России. Успех заключается в труде, уверен известный спортсмен, а ныне и тренер спортивной школы Олимпик Пелял Байчуров. На соревнованиях всему тренерскому составу выразили благодарность за старание и стремление к совершенству и большой вклад в развитие борьбы на поясах. Все наши ребята, вот на первенстве России из 10 весовых категорий 9 золота забрали Карачаева-Черкесия и два вторых места. И в составе сборной России на первенстве мира участвовало с Карачаева-Черкесии 12 спортсменов. И завоевано на первенстве мира 9 медалей. Из этих 9 медалей, 6 медалей это спортсмены с Олимпика. В честь молодого и перспективного чемпиона род Бастановых устроил Курмаллык. Собравшиеся поблагодарили тренеров за труд, а Ренату Бастанову пожелали дальнейших ярких побед. Алла Качиева, Зумрат Халкечев, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. И последнее. Завтра с 10 до 13 часов в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» будут проходить приемы граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи и старшим инспекторам Центра занятости населения города Черкеска. Желающие могут обращаться по адресу город Черкесск, проспект Ленина, 154. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Доктор Краснов». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова